Умер один из самых жестоких убийц 20 века, Чарльз Мэнсон. Его приговорили к 9 пожизненным срокам и, несмотря на все прошения, отказывались помиловать. Почему лишь сейчас Америка вздохнула с облегчением? Дмитрий Анопченко расскажет подробности. 83-летний старик со злым надменным взглядом и свастикой на лбу. Охранники тюрьмы Конкаран в Калифорнии до последних дней, пока Мэнсона не перевели умирать в больницу, боялись заходить в его камеру, как-никак самый известный серийный убийца в мире. В 60-е он создал коммуну под названием «Семья», которая скорее на секту была похожа. Они собирались на заброшенном ранчо, пели песни, устраивали оргии, служили месы дьяволу, принимали наркотики, запивая их кровью убитых тут же животных. В 69-м Америку потрясло массовое убийство, совершенное по приказу Мэнсона. Тогда погибла беременная жена кинорежиссера Романа Полански. Помимо нее банда еще четырех человек убила. А потом были новые убийства, безжалостные и ужасающие. Суд над семьей для целой страны стал тогда событием номер один. Журнал «Роллинг Стоун» назвал Мэнсона самым опасным из ныне живущих людей. Но находились и те, кто ему сочувствовал и даже восторгался. От смерти его спасло только то, что в Калифорнии смертную казнь отменили. А потом больше 35 лет в тюрьме. За решеткой Мэнсон успел написать автобиографию, раздавал интервью. Объявил себя христианским активистом, даже женился и стал отцом четырех детей. 16 раз просил его помиловать и отпустить, но судьи понимали, проявивая они доброту к старику, и снова прольется кровь. И сегодня, когда пришла новость о том, что смерть забрала и его, многие из тех, для кого Мэнсон был современником, вздохнули с облегчением. И просят только об одном – кремировать тело и развеять прах. Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.